Турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Виктора Щербатых и Олега Соболева, собрал новошахтинские представители этого вида спорта, тренеров, болельщиков из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана, Северной Осетии, Чечни, Украины. Мы готовились к этому турниру. Турнир для нас это очень важный. Руководство города оказывает всестороннюю поддержку новошахтинским спортсменам. Открывая турнир, мэр города Игорь Сорокин подчеркнул его значимость. Приятно видеть молодых, здоровых, сильных, занимающихся спортом. Потому что спорт, я считаю, это все. Спорт – это здоровье. Спорт – это сильная нация. Депутат городской думы Александр Рязанов пожелал ребятам спортивной удачи. Хотелось бы поприветствовать всех и пожелать честной и красивой борьбы. Спасибо. 26 лет прошло со дня первого турнира памяти воинов, погибших в Афганистане. И 26 лет корреспондент газеты «Знамя шахтера» Лариса Желтобрюх освещает это спортивное событие. Лариса Викторовна попросила участников соревнования, тренеров и болельщиков, чтобы помнили. Я вас очень попрошу, запомните фамилии ребят, в честь которых назван турнир. Не говорите никогда, что мы были на турнире, а там, в честь каких-то пацанов погибших. Нет. Они мужчины, они юноши. Они остались юношами, такими чуть-чуть старше вас. Ученику Элифтера Кофикиди Сергею Фомушкину занятия вольной борьбой спасли жизнь в Афганистане. Спасибо большое Элифтеру Лазаревичу за ту путевку в жизнь, которую он мне дал. В детской юношеской спортивной школе номер один большое внимание уделяется прежде всего патриотическому воспитанию борцов. Имена учеников Новошахтинской школы вольной борьбы звучат далеко за пределами города, области, известной во всем мире. Организатор соревнований Элифтер Кофикиди рассказал о том, что недавно Нине Щербатых, маме Виктора, представители военкомата подарили книгу памяти, выпущенную Министерством обороны о советских войнах, погибших в Афганистане, где упоминается подвиг Виктора Щербатых. Очень приятно, когда я увидел фотографию своего ученика. На протяжении 26 лет в спортивной школе номер один вольников воспитывают на примере Олега Соболева и Виктора Щербатых. Это были классные пацаны, для меня это, ну, с каждым годом все дороже и дороже они становятся. О популярности вольной борьбы свидетельствует количество желающих заниматься этим видом спорта. Элифтер Кофикиди говорит, что и раньше не просто было организовывать турниры, а в свете последних политических событий и тем более. Несмотря ни на что, Элифтеру Лазаревичу удается то, что не могут сделать политики – объединить национальности и стереть границы. Мы очень близки, нас и спорт связывает, и мы уже по жизни другу привязаны, поэтому никакая сила не сломает наших отношений. Мэр города Игорь Сорокин тоже считает, что борьба должна быть спортивной, а не политической. Несмотря на то, что это соревнование, само по себе соревнование – это как бы противоборство, но любое соревнование спортивное, оно объединяет. Даже во время Олимпиады все восстанавливается, все какие-то военные действия. Поэтому это объединение – это дружба. О политической борьбе знает не понаслышке тренер украинской команды Виктор Корнегин. Нам надо дружить, соревноваться на борцовском ковре, на спортивных аренах, и что нам, собственно, делить. Более 50 лет Виктор Павлович тренирует юношей, не мыслит жизни без своих сорванцов. Давно работаю, люблю свою профессию, люблю этих сорванцов, без них прямо не могу. Получается, это от обратно. Можно было и на пенсию идти, но а что я буду делать? А еще Виктор Корнегин уважает большого подвижника вольной борьбы Элифтера Кофикиди и с удовольствием приезжает в Россию. Просто приятно сюда ездить. Я сюда езжу, как к тебе домой. Чувствуется такая атмосфера дружеская, доброжелательная. В течение двух дней на турнире памяти спортсмены соревновались в мастерстве владения приемами вольной борьбы, отточенными на тренировках. Бронзовыми призерами в своих весовых категориях стали новошахтинские борцы Кирилл Максимов, Александр Гуденко и Вадим Пивоваров. Серебро завоевали Денис Михайлов, Евгений Киселев, Яна Ксамазян, Александр Лавриненко, Александр Колесник. Чемпионами стали Кирилл Голиков и Ярослав Карасев.